Дом для переселенцев по улице Виноградная готов на 90%. Рабочие продолжают внутреннюю отделку помещений на прилегающей территории. Тяжелая техника роет котлован под парковку и магазин. Сегодня мы близки к сдаче первого корпуса, который у нас необходимо сейчас сдать к 1 ноября. Вторым этапом будет второй корпус, где тоже есть квартиры для переселенцев. Ну и парковка, третий этап, тоже не заставит себя долго ждать. Все работы подрядчик обещает завершить уже к декабрю. Встретить Новый год на новых квадратных метрах рассчитывает и семья Франович. Маргарита с сыном Александром сегодня уже в очередной раз приехали в свою новую квартиру посмотреть, как продвигается ремонт. Сейчас мы живем по улице Есауленка в бараке двухэтажном. Здесь тоже очень хороший район, нам понравилось, близко, возле дороги. Квартиры метр в метр, что называется. В общем-то, нормально, хорошо. Действительно, по закону на большую площадь переселенцы рассчитывать не могут. Они получат ровно столько квадратных метров, сколько имели в своих аварийных домах. Но есть и редкие исключения. Трудно представить, но Юрий Титов сегодня живет в бараке в 7 квадратных метрах. По программе переселения получил полноценную однушку. Здесь больше, здесь 23 или 21 самый маленький. То есть вы вообще довольны? Ну конечно, ничего себе. Очень довольны. А район как вам? Район шикарный, обалденный вид на море. Свои новые квартиры с видом на море, ремонтом и уже установленной сантехникой в доме на Виноградной уже осмотрели 86 семей и дали согласие на переселение. Но остается и такие, кто отказывается от предоставляемых администрации квартир и доводит дело до суда. Но в этом случае ждет только денежная компенсация, равная рыночной стоимости барака. Некоторые вопросы у граждан все равно возникают, но мы им объясняем и разъясняем, что мы переселяем метр в метр по условиям 185-го закона. Стоимость предоставляемой квартиры гораздо выше, нежели их изымаемой. Разъяснять и объяснять переселенцам их права такую задачу в очередной раз поставил глава Сочи Анатолий Пахомов перед своим заместителем по вопросам ЖКХ на рабочей встрече. Мы в этом году планируем переселить состав 125 семей, это 125 квартир, это более 350 человек из 12 аварийных жилых домов. Предоставим мы большее количество квартир, 131, потому что некоторые квартиры в ветхих домах имеют большую площадь, и там получается одной квартирой не отделаться, нужно давать две, а в некотором случае три квартиры. Потому что цифры у нас разные, мне 131, у вас 125. Люди могут обращаться на улицу Советскую, дом 38, 20 кабинет. Все жители должны быть удовлетворены, работа по переселению должна быть прозрачной, люди должны быть извещены, и люди должны быть довольны. Вот для того, чтобы это все получилось, вам нужно много поработать и всему департаменту ЖКХ. Всего же за последние пять лет в Сочи расселили 45 аварийных домов. Новое благоустроенное жилье в новых домах уже получили около 1700 сочинцев.